россияне отравились антисептиком есть погибших в якутии там где алмазы продают по 26 миллионов за штуку на аукционах там люди вынуждены пить всякую гадость то есть всякие в основном сейчас вот эти средства для дезинфицирующие пьют вот эти гели представляете то есть еще народ россии дошел дезинфицирующие вот эти антисептические средства 19 ноября 41-летняя женщина скончалась вся дома двое мужчин 27 и 59 лет скончались в реанимационном отделении медицинского учреждения трое мужчин возраст 28 36 69 состояние комы находится в отделении реанимации то есть шесть человек понятно что вот эти которые в реанимации вероятность выйти из комы у них ну будем надеяться конечно но скорее всего антисептические средства они употребляли а вот фсб обвинили школьников в терроризме за планы взорвать фсб здание фсб знаете где школьники хотели в майнкрафт были в этой вот игре в компьютерной майнкрафт школьники хотели взорвать здание фсб по этому поводу прикалывались их переписку прочитали и их задержали можете представить что происходит то есть они занимаются тем что ловит каких-то школьников которые хотят в компьютерной игре что-то сделать это просто охереть но самое интересное не вы самое интересное что под владимиром два месяца назад пропал школьникова маньяк какой-то украл и два месяца у себя держал и знаете как этого школьника нашли интерпол его нашел потому что этот маньяк там его размещал фотографии где-то в сети а интерпол их слечил то есть у них есть компьютерные программы пауки которые лазают там и все это накладывают сличают и так далее сличили дали информацию что мальчик находится там то там то они узнали на каком компьютере где компьютер находится село там пырловка и так далее и уже тогда полицаи российские отличились нашли этого мальчика представлять вот эти суки они смотрят читаю что там не вычитываю что там дети в майнкрафте делают как бы они там в майнкрафте путина не отписяли представляете суки какие вместо того чтобы заниматься своим главным делом защищать народ россии понимаете поэтому этих сволочей всех под ноль это преступной организации никого из них не должно остаться ни единого рассказывают тут если уж про дальний восток речь зашла а про дальневосточный гектар там ушлые люди нашлись на сахалине вот я вам покажу то есть строит маленький домик на этом гектаре так где он тут а остальное там песок видите это какое-то теплое озеро побережье теплых озер и там все грунт песчаный и вот этот песок распродают то есть вроде вроде на этом гектаре их песок и поэтому они устраивают там такой произвольный карьер то есть сами по себе но почему нет то есть если все остальные карьеры такие же и люди которые это делают они также не имеет никаких прав на это все поэтому понятно что там это прекратят потому что это какой-то одиночка делает если бы там приехали рутенберги да с тимченками они там весь этот песок в месте вообще сахалин бы срыли и все было бы нормально